В четверг и пятницу произойдут следующие экономические события, которые смогут повлиять на рыночные настроения. В четверг Новая Зеландия опубликует отчет об изменении объема ВВП за 4 квартал 2017 года. Аналитики прогнозируют, что темп экономического развития ускорился до 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается, что экономика Новой Зеландии продемонстрировала уверенный рост в конце прошлого года на фоне высокого уровня расходов населения и большого объема производственных инвестиций. Напомним, что в третьем квартале прошлого года объем ВВП Новой Зеландии поднялся на 0,6% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 1% во втором квартале. В годовом исчислении экономический рост составил 2,7%. Сильный показатель роста ВВП будет положительно воспринят Резервным банком Новой Зеландии. Однако регулятор вряд ли станет менять курс денежно-кредитной политики, так как основной целью Центробанка является достижение целевого уровня инфляции от 1 до 3%. В четверг Банк Швейцарии огласит свое решение по ключевой процентной ставке за март. Эксперты не предвещают каких-либо изменений. По их мнению, ставка должна остаться на уровне минус 0,75%. На предыдущем заседании в декабре Национальный банк Швейцарии оставил ставку без изменений, несмотря на улучшение экономического прогноза и ослабление национальной валюты. Решение регулятора совпало с ожиданиями экономистов. Как отметили представители банка, курс швейцарского франка по-прежнему высок, несмотря на то, что в последнее время наблюдается ослабление валюты. Некоторые экономисты полагают, что Национальный банк Швейцарии понаблюдает за результатами ужесточения монетарной политики Европейского Центробанка, прежде чем самому повышать ставки. Таким образом, ожидается, что процентная ставка будет оставаться на текущем уровне до начала 2020 года. В пятницу в Соединенных Штатах будет опубликован отчет о числе выданных разрешений на строительство за февраль. Аналитики прогнозируют снижение этого показателя на 3,8% до 1,325,000 на месячной основе. В январе число выданных разрешений на строительство достигло максимума с 2007 года, поднявшись на 7,4% до 1,396,000 единиц. Повышение спроса на жилье было вызвано увеличением числа трудоустроенных. Однако растущие ипотечные ставки и цены на жилье могут привести к ослаблению спроса. Несмотря на то, что уровень безработицы остается на 17-летнем минимуме в 4,1%, годовой темп роста заработной платы не превысил 3%. Вдобавок к этим событиям в четверг США опубликуют ряд экономических отчетов, включая данные о числе безработных, цены на импорт и производственную активность в Нью-Йорке и Филадельфии. В пятницу в еврозоне выйдет отчет по инфляции, а Канада обнародует данные об объеме продаж в промышленном секторе. Завершится неделя публикации отчетов о промышленном производстве и настроениях потребителей в США. Это был календарь свежих экономических событий, подготовленный для вас командой Инстатв. Всего вам доброго, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok